Всем привет, друзья! Мы играем седьмые герои, мы проходим кампанию Лиги Теней и мы продолжаем вторую миссию. И это у нас вторая часть видео. В первой части мы успели отыграть чуть больше недели, захватили город Альянса Света. И рядом с этим городом территорию пытаемся изучить, плюс разведчик в другую сторону пошел, открывает другую часть. Так, Мелвин у нас быстро раскачалась до 14 уровня. Нашел тут Вейрон, чтобы помочь и тоже поднять себе уровни. Так, Мелвин у нас только с одними Ассасинами и с Медузами. Да, армию мы оставили в городе. У нас Мелвин и Вейрон близко, в принципе, на одну дистанцию достают. Наверное, есть смысл армию Вейрону отдать, чтобы он тоже немножко поднакачался. Для этого имеет смысл забрать остатки армии. Чтобы не убегать, мы используем заклинания, призыв подкрепления. Благо, у нас это ближайший город и портал там построен. Остатки вылучников Вейрон самостоятельно призывает. Давайте им нападем на Грифонов. Так, лучников мы в один стэк. Миндус, в принципе, смысла делить нет. У Грифонов они с первой скоростью. 28, хотя 3 слота, если мы окинем управление временем, вполне можем быть и быстрее. Я забыл, вернее, не помню, какая скорость у Грифонов. 32 или больше, может быть, даже. Давайте их тогда в одну кучу, чтобы можно было сразу на несколько стэков наложить это заклинание. 38, 28, 28. А у нас управление плюс 10 инициативы еще неизвестно. Кто будет первый ходить. Так, один стэк мы парализовали. Можно его бить без ответки. Смыслопарализованный стэк нету. Атаковать. Имел в виду, что можно ударить другим стэком. Три гладитами. Я по три гладитов оставил его. За счет обилки дымовая бомба мы занижаем инициативу. Тоже оставляю ассасином, потому что Грифона на один удар. Получаем очередной уровень. И давайте берем знатока покрова Маласа, увеличиваем дальность перемещения своих существ и, соответственно, возможность чаще наносить удар в спину. Так, открыл я проход. Пущу сразу разведчика, чтобы он мне светанул. Так, там конец карты. 400 хп, 322 инициатива. Один стэк баньша. И призраки. Тут просто напрямую стреляя их расстреливаем. Ждем хода остальных существ, чтобы не подставляться под удар. Так, урон у них тьмой. Минотавр выдержит его. Можно ударить, чтобы три гладиты пробили. Максимально уменьшить этот стэк. С этим справляются. Мои ассасины. Так, улучшаем этот, чтобы три гладиты добрали его. Мои ассасины. Так! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Высокая инициатива у медуз, хотя обычно у стрелков делают маленькую инициативу, в данном случае им дали ее высокой. Сразу мы их заблочить не можем, урон у них большой. Мы можем либо на один стэк кинуть... Так, у меня нет заклинания, которое не даст им возможность стрелять, поэтому пробуем через паралич сыграть фортуну на наших. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, конечно, подбираться. Один стэк блочим, другой убиваем так. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Даже без смятения как бы был смысл его атаковать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Четыре скорость достает меня везде. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здесь мы смертения используем. Удар без ответки. еще успеем выстрелить мне еще три гладито достают еще с удачей получает в аэрон еще один уровень давайте тоже продолжим по расовой ветке идти гарнизону давайте его заберем если смысл суда мелвин гнать не знаю разведчик подымается в другой проход так лесопилка торговый пост территория ограничена здесь принципе тоже можно поставить армию хотя она не как в основном городе у нас но на какой-нибудь доп задания вполне сгодится 6000 еще одна лесопилка и тупик этим героем мы не пробьемся без армии тем более наборовый начальника сохраняется до конца кампании наборовый начальника нам какой дают набор ассасина плюс 4x или неплохо принципе так здесь гарнизон куда он ведет в принципе не такой сильный повышалка на атаку шум и Продолжение следует... 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 так три на три по области они бьют не заклинание но есть стрелкового урона них не очень высокий 100 хп у них всего принципе их уроновой магии могу убивать замечательно единственное что я сразу не могу многих убить это сначала две медузы потом они можно попробовать опять же через фортуну заблочить какой-то стайк можно герой уничтожить один отряд стрелять медузами и рассчитывать что будет все хорошо так я могу переместиться давайте из общей толпы выбежим кастует нового минотавров но это ни о чем следующий ход герой будет 1 он с руки и ты заклинанием забирает низком городе мы ничего не будем строить так тут еще дорожка нам и туда бы посмотреть врата духов выход у нас куда-то порталит два гарнизона принципе нам по силам через них пройти выйдем ли мы если выйдем в эту территорию будет отлично проверить куда портал ведет думаю что есть в этом смысл да это выход нет в у у у у у у у у у Отправляем Мелвин на пробивку гарнизонов. Хотя, наверное, надо было Вейруна отправить, сразу докачали бы ему уровни. Берем максимальное количество Медуш, чтобы можно было гарантично заблокировать. И ударный стэк один. Так, эти ответные выстрелы, вот это стрём, конечно. Может быть, придется сейчас грузиться. Субтитры создавал DimaTorzok. Да, не так это просто получается. Ну ладно, мы теперь знаем, что там сложно. Аббаты стоят, которые ответку. Плюс надо сразу 4 отрада получить, хотя бы 3. Это крайне сложно сделать. Отправляем тогда мы разведчика кормим, не оставлял другие тропинки изучать. Так, здесь такой же гарнизон. Здесь торговый пост, склад, в принципе, всё. Ничего полезного, кроме вот этого артефакта, в этой зоне нету для меня. Так, здесь я не знаю. Так, здесь я не знаю. Так, здесь я не знаю. так отправляем урона в эту часть пойдет через второй город через подземку другому выходу так интересно из этой точки куда она портанется в город свою или подземку давайте проверим это существо наймем здесь попробуем сделать призыв существа и определим какой город у нас ближе хотя опять же он может вызвать только со своей плоскости существо если нам лучше конечно в свой родной протонуться если он располагается здесь то мы просто найти по карте сместимся максимально в его сторону кстати так мы еще и достаем будем тогда брать карта похоже огромная по размеру да так и есть сыграем через это вид и поток мы сможем 400 140 на 3 хода этого нас 420 почти полностью существовал принципе с этим понятно все уже отрядом давайте вторую тоже отравим так следующий ход погибает нужно моральку тайму подпортить чтобы его не фартило сразу забрать один стек по мелочи урон смешно не будет тянуть бой пусть там порталимся в свой город только в дальний вот не ближний ладно хорошо зато теперь в ирон точно портанется в другой 32 33 более быстрых медуз мы разделим на большее количество отрядов тут ландшафт у нас река проблематично для противника он три стека будут сбиваться в кучу так морали нету них за боевой дух не стоит переживать за попадение боевого духа у противника и и и и и и и и и Продолжение следует... 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 И второй мы успеваем дорезать стек. И второй мы успеваем дорезать стек. Там у нас три ящика золота. И второй мы успеваем дорезать стек. И второй мы успеваем дорезать стек. Так, у него есть портал. Да, у него тоже, кстати, есть портал в город. Поэтому вполне мы можем это сделать. Использовать помощника нашего. Продолжение следует... Огненная стрелка, покров тумана у него есть. Ослабление. Я думаю, тут стек ассессинов. Он с удара выбивает любой. Огненная стрелка. Огненная стрелка. Вook. Огненная стрелка. Использовать. так есть вероятно что останутся четыре орка и они бьют мне существо это неинтересно интересно что после выстрела книжка открывается становится активной пиктограммка книжка так это стык мы заблочили этот не достает на моих ассасина плюс удача боевой дух у него отрицательный не фортанета смотрим на ход оставшийся тут пропускаем чтобы не затягивать нужно было бы следующий потому что у нас осталось мало очков движения не хватает нам даже сундук взять возврат город 10 манны новой ирона магии нету нету манны ну значит следующий ход будет наш портал так герой здесь ничего не может достаточно долго ждать пока а другие подойдут наверное есть смысл его в другую локацию отправить чтобы он собрал ресурсы локацию которой мы уже засветили так я надеялся на те сундуки чтобы поставить капитулий отложим строительство еще на один ход такого ирона не распределенный уровень у нас 12 принципе по магии тоже бы ему дать возможность изучить магию давайте магию тьмы начнем тогда брать 12 12 14 15 это допустим можно взять 13 14 15 тоже получается у него будет 6 знаний тоже он не сможет 4 уровень знаний монахи которые ответку дает возьмем опыт фуражера помощнику нашему дадим нет смысла тогда его отсюда убирать будет ресурсы собирать возвращаем армию артифорты возвращаем армию артифорты так нам надо оставить 10 маны чтобы портануться попробуем 600 урона носа сената убивает нам инициатива желательно нам обойтись без заклинания чтобы героя можно было портануть обратно так нам опережаем 1 стек вне 1 стек быстрее но это не страшно мы его порежем на этом ходу следующий нам желательно 1 стек блочить 17 процентов вероятность а 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 так принципе мы героем смятения ударяем и наносим удар урон плюс еще яда накидывает и стек этот погибает если паралич выпадет тоже не так становится так чтобы нас не достали тогда не получится удара спину да он погибает так получает в аэрон еще один уровень сколько у нас манны 70 хочу дальше магию тьмы продвигать смотрю какую подобилку взять сжатва это если герой убивает заклинание я не использую давайте попробуем снижение расходов манны возможно понадобится для высокоуровневых заклинаний так еще у нас фишечки движения может принципе и собрать ресурсы подойти к ним вернее на сбор у нас не тратится возвращаемся в свой родной город смотрим что мы тут строим не хватает у нас руды 2 прирост либо здесь 5-3 гладитов наверно все таки опять нам придется капитуля отложить постройку и построить по крайней мере минотавров надо ставить минотавров надо ставить хотя можем на следующий ход поставить да давайте капитуля потом минотавров единственное что нам нужно будет теперь большое количество дерево за один ход найти так здесь одна кучка 5 и тут еще дерево но до дерево надо бежит а до сюда он точно бегает тут еще тут еще у нас есть торговой пост в принципе у меня и в городе такой курс отправляем мелвин под землю можно было конечно у собак взять не хотелось отбегать сторону конец хода и идем прохода вверх сундука мы повременим нам больше нужно руда так до дерева я достаю нет до дерева не достаю а вот здесь может быть и дерево тоже в том числе еще руда так эдфорд мне ничего не даст в принципе нужно его не захватывать ставим минотавров хранилище ресурсов полезное для меня полезное строение приносит по одной единице драгоценного ресурса случайного драгоценного ресурса послушниц давайте поставим вот это новая неделя неделя гарпий а мы давайте с вами сделаем паузу и продолжим прохождение в следующей части видео спасибо вам за внимание оставляйте комментарии свои если понравилось видео ставьте лайки подписывайтесь на канал всем пока пока